В Ленинградской области на сегодняшний день насчитывается 914 образовательных организаций. Это 349 школ, 382 детских сада и 108 учреждений дополнительного образования. В начинающемся учебном году за парты сядут 135 451 человек. 15 768 ребятишек переступят порог школы впервые. О том, как идет подготовка к новому учебному году, рассказали в информационном агентстве «Интерфакс». В рамках подготовки образовательных организаций Ленинградской области к новому учебному году на укрепление материально-технической базы организаций было направлено денежных средств в размере 1 миллиард 686 миллионов 312 тысяч рублей. При этом на строительство объектов образования было выделено около 3,5 миллиардов рублей. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 4 школы. Это пристройка к школе номер 8 в городе Волхов, Вознесенская школа в Подпорожском районе и 2 школы во Всеволожском районе на 600 мест и 1600 мест в Кудрово. В этом году в области планируется ввести почти 4 тысячи новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, проще говоря, в детских садах. До конца этого года будут построены 5 и еще 13 выкуплены у застройщиков. Особое внимание и в старых, и во вновь построенных школах и детских садах уделяется мерам противопожарной безопасности. На сегодняшний день, как уже было сказано, все 100% объектов приняты в эксплуатацию. Единственный ряд этих объектов был принят с небольшими недоделками и нарушениями. Это было связано с тем, что на период проверки велись еще строительно-монтажные работы, косметические ремонты, в том числе работы по устранению нарушений правил пожарной безопасности. Как уже было сказано, ряд объектов был нового строительства, введенных в эксплуатацию, и государственные пожарные инспекторы впервые побывали на этих объектах. Но ввиду того, что в плотном взаимодействии были проверены, то есть, соответственно, информация была направлена и в органы местного самоправления, в профильные комитеты, соответственно, были приняты меры, и к 1 сентября все данные нарушения будут устранены. Управление Роспотребнадзора в июле-августе провело обследование общеобразовательных учреждений, чтобы проконтролировать подготовку школ к новому учебному году. По словам Игоря Мясникова, начальника отдела санитарного надзора, в ходе обследований были проведены лабораторные исследования качества питьевой воды. В тех учреждениях, где проводились ремонтные работы, в том числе с покраской, произведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. Необходимо отметить, что отрицательных результатов по качеству атмосферного воздуха не отмечено. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области признало все школы готовыми к началу нового учебного года.